Водитель на дороге в состоянии опьянения – потенциальный убийца. В России до недавнего времени законы к таким несознательным гражданам были довольно лояльны. Но с 1 июля 2015 года за повторную езду пьяным ввели уголовную статью, чтобы хоть как-то повлиять на потенциальных нарушителей. Но в Мирненском районе эта мера не возымела успеха. Почему же, расскажет Роман Муконин. Пьяных автолюбителей в Мирненском районе становится все больше. Статистика госавтоинспекции неутешительна. С января по февраль 2017 года задержано 34 водителя в состоянии опьянения. Еще четверо были пойманы нетрезвыми повторно. Всего у нас в 2016 году за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, ну не только алкогольного, а вообще опьянения, привлечено 784 водителя, что на 172 человека больше, чем в прошлом году, в 2015. В 2015 у нас таких водителей было 612. Из них к уголовной ответственности за повторное подобное нарушение в 2016 привлечены 111 водителей, а в 2015 таких было 28. То есть рост пьяных водителей у нас почти в 3 раза, то есть больше, чем в 3 раза произошел. Тем, кого поймали повторно, грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет, обязательные или принудительные работы. Но Мирненских водителей такие меры не пугают. Местные суды ограничиваются штрафом. В результате такого гуманного отношения количество пьяниц на дорогах увеличивается в разы. Да, действительно, по итогам минувшего года можно сделать вывод о том, что возросло количество преступлений, предусмотренных в статье 26.4 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что свидетельствует о том, что назначаемые судами наказания не всегда соответствуют обстоятельствам совершенного преступления, а также не всегда влияют на исправление осужденных. Справиться с проблемой по-другому не получается. Вразумить мирненских водителей могут только жесткие карательные меры. И сотрудники правоохранительных органов ожидают от судов более решительных действий. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край»